Искусство и история неразделимы. Так считает искусствовед Джамиля Дагирова и помещает это самое искусство в пространство, где царит история. На площадке исторического парка «Россия. Моя история» в Махачкале открылась ретроспективная выставка современных дагестанских художников под названием «Традиции и современность. Имена и стили». Искусство и история – вещи неразделимы. Искусство является не просто частью истории. Подчас искусство, творчество определяет дальнейший ход истории. И это мы достаточно прекрасно знаем. Искусство предвосхищает те события, которые будут происходить дальше. И на этих полотнах, и в этих картинах, которые написаны сегодня, практически это все свежие вещи, мы можем понять, что нас ждет. Мы можем понять, какие новые, может быть, тенденции, какие-то настроения в обществе. В экспозиции работы более 35 дагестанских авторов разных поколений, стилей, жанров, не объединяющие темы, не концепции, что называется «Искусство без границ». Искусство хорошего много не бывает. И поэтому, чем больше мы будем говорить, показывать, рассказывать, чем больше мы будем давать возможности нашим зрителям соприкасываться с искусством, тем лучше будет для всех, для нас, для нашей республики, для нашего народа, для нашего самосознания. И поэтому, я думаю, я очень надеюсь, что по окончании этой выставки эта выставка будет длиться достаточно долго, до конца года. Она такая стационарная, монументальная, будем говорить, выстроится очередь из выставок персональных, тематических проектов, детских, может быть, студенческих, неважно. Важно, что вот этот вот периметр второго этажа, еще есть третий этаж, заживут новой жизнью. Эта выставка в историческом парке «Россия. Моя история» не первая. Практически с первых дней открытия здесь проходила персональная выставка известного дагестанского художника Буниэмина Калаев. Руководство парка охотно принимает искусство в своих стенах, а представители искусства, в свою очередь, не заставляют себя долго ждать. За этой площадкой считают они большое будущее. Кафедра живописи Дагестанского государственного педагогического университета уже давно сотрудничает. Вот соглашение подписали такое о проведении постоянных выставок студентов художественно-графического факультета. Здесь, кстати, на третьем этаже такая выставка открыта, и она уже несколько месяцев экспонируется. Очень важно, что мы, наше искусство дагестанское, приобрели еще одну новую площадку, и мы очень благодарны парку за то, что нам предоставили такую возможность презентовать себя. Очень важно, что именно здесь выставка, потому что эта местность сегодня самая посещаемая. Здесь очень много бывает гостей из-за рубежа, из России, из Дагестана. И осматривая основную экспозицию, они и будут смотреть выставку, и знакомиться с нашими художниками. Рядом с работами мэтров, таких как Галина Пшеницына, Хайрула Курбанов, Абдулзагир Мусаев, произведения малоизвестных авторов. Для некоторых выставка и вовсе стала дебютом. Всегда очень важно, когда рядом с очень молодыми, начинающими, есть вячеславные, не совсем дописанные, но они есть, и они находятся рядом с мэтрами. И это дает возможность посмотреть на себя со стороны, это дает возможность показать диапазон того, какой у нас потенциал, какой у нас разворотся событий в искусстве. Выставка-то ведь замечательная получилась, в силу того, что здесь оказались разные фамилии разных возрастов, разных взглядов. Мы иногда это такие солянки называем, да, мы делаем такие выставки в Союзе. Джамиля вообще собрала очень хороший контекст, такое взаимодействие, взаимоотношение. То есть музыкальное какое-нибудь большое симфоническое произведение, переходящее из одних мотивов, переходящее в другие, и создалось это такое единое музыкальное произведение. «Золотая середина» представлена работами Натальи Савельевой, Патимат Гусейновой, Закари Закарьяева, Мусы Гайфоронского, Мурада Халилова, Асиат Арслан-Киреевой, Алисы Августович и других. Такой срез – еще одна возможность посмотреть на дагестанское искусство в его развитии. Очень широкая география. Мне очень отрадно, что открылись художники из Хасавюрта, которых очень давно и долго я зазывала на выставки, и они как-то вот, не случалось этот контакт. Из Дербента, Габалаев Милип, наш друг, из Каспийска, из Ярославля. Даже художница наша, с отличностью Миро Каган, которая живет в Париже, она отозвалась и прислала работу мне эту выставку. Если искусство – это диалог современности с традицией, то, исходя из этой экспозиции, берусь утверждать, что этот диалог, по крайней мере, содержателен. Как утверждают специалисты, кроме того, она подает надежды на светлое будущее. Судя по этой экспозиции, которая впервые, как сказать, не подходила критически к отбору, я просто предложила всем дагестанским художникам, поучаствовать в этом проекте, предоставив по три работы. И очень интересный получился состав. И когда эти вещи все вот так вот, ну экспозицию мы составили, мне показалось, что нас ждет достаточно хорошая времена, потому что очень много солнца, очень много светлых вещей. И в нашей жизни появился цвет яркий, желтый, красный. Этого не было долгие годы. В наших работах появилась ирония, в наших картинах появилась просто, знаете, жизнь. Хорошая жизнь, потому что это жизнь, это и слезы, это и любовь, это и дети, это ирония, это и правда, и ложь, в общем, все. Глина мастера боится. Хочется перефразировать известную поговорку, глядя на эти работы. Хотя нет, не боится, а скорее дружит и охотно поддается рукам мастера и педагога Магомеда Амарова и его учеников. Выставка этих работ, организованная Музеем-заповедником «Дагестанский аул» совместно с художественно-графическим факультетом Дагестанского государственного педагогического университета, на площадке вуза показывает, какого совершенства можно достичь в обработке самой простой глины, если посчастливилось встретить мастера с большой буквы. Она так и называется – уроки мастера Магомеда Манил Магомедовича. Не побоюсь этого сказать, они создают фирменную марку нашего факультета и очень часто на работы Магомеда Магомедовича приходят посмотреть не только лишь его друзья, его коллеги. История гончарного ремесла берет корни в далекой древности. На протяжении столетий Дагестан смог сохранить самобытную культуру, в частности архаичное гончарное дело. Сегодня важно не только сохранить и передать ремесло следующему поколению, но и сделать его популярным среди молодежи. Самобытное искусство Дагестана имеет очень древнюю историю. И те находки археологические говорят о том, что в Дагестане существуют все виды искусства, почти все виды искусства обработки камня, глины, дерева и металла. И это говорит о том, что каждый вид этого искусства развивался и имеет свою определенную историю, развивается своим путем. И, конечно, задача нашего поколения сохранить то, что нам оставили предки, бережно относиться к этому. И одним из важных компонентов сохранения этого искусства являются, конечно, учебные заведения. И мы поднимаем вопрос, что они должны не только преподавать и учить, создавать какие-то произведения, но еще чтобы эти ученики очень любили свое искусство, народное искусство. И эту же любовь и свое отношение к искусству передали своим ученикам. Искусство, оно же в основном определяет, кто мы, откуда мы. Потому что так, как мы говорим, по сипату, по лицу, по расе мы определяем, откуда он, где. А ведь по культуре мы определяем, чего достигли и куда дальше пойдет. Поэтому нам нужно сохранить свое лицо, нашу культуру. Профессор, заслуженный деятель искусства Республики Дагестан, председатель Союза мастеров Дагестана Магомед Амаров, выпускник вуза. За время работы на факультете руководителем учебно-творческой мастерской по керамике обучил с 1982 года более тысячи студентов баянию из глины произведений искусства. Но его ученики вынесли не только профессиональные уроки. И потому благодарные студенты возвращаются сюда многие годы после окончания вуза. Я очень рада, что у нас есть сегодня повод собраться тут. Хотя за эти пять лет я каждый месяц буквально навещаю своего преподавателя. Потому что Магомед Магомедович за время учебы стал не просто преподавателем, он стал мне как отец. Когда-то, когда на втором курсе я давала интервью, я сказала, что Магомед Магомедович сделал из меня человека. И сейчас у меня есть кусок хлеба. Я могу неплохо зарабатывать на этом. И все это благодаря Магомеду Магомедовичу. В экспозиции сотни скульптур больших и малых форм. От узнаваемых фигурок добрых и ироничных дагестанских персонажей до монументальных скульптур древних башен, аулов, чудом примостившихся на глиняных боках разных размеров и оттенков сосудов. Простая, ясная композиция, чистота и при этом невероятная сложность исполнения. Я не могу говорить как искусствовер. Давайте я скажу как дилетант. Они очень точные и очень выверенные. Вот вы посмотрите, вот, например, вот мечеть, да? Мечеть и дракон. Вот что можно сказать об этом? У меня такое чувство, что дракон – это тот самый джихад, который работает над собой должен человек. Над своей душой. В первую очередь. Глина – материал живой и благородный. Так о предмете своей профессиональной страсти говорит Магомед Амаров. Его ученики на деле подтверждают слова мастера. Тут же на выставочной площадке они дают мастер-класс. А в это время их учитель принимает поздравления от друзей, коллег, благодарные отзывы учеников, пришедших на открытие выставки. Присутствующие говорили о его многочисленных сослугах в развитии искусства и культуры Дагестана. Горжусь я своим коллегой, другом Магомед Магомедовичем за его неуемный нрав, за его трудолюбие, за его неравнодушную натуру, которая пытается передать не только свой накопленный опыт, но и свое традиционное дагестанское воспитание нашим подрастающим поколению студентам. Поражает разнообразие форм и типов декорирования сосудов. В них прообразы не только дагестанской архаики. Они встречаются и в античной восточной керамике. В экспозиции нашлось место и экзотики – маски народов мира, возвращающие нас к эпохе символов и знаков. Магомед Амаров подчеркивали многие присутствующие на открытии педагог, который прививает студентам вкус к творчеству, широту взглядов на прикладное искусство в традициях народного мастерства. Разработанной им методикой преподавания с большим успехом пользуются педагоги не только в Дагестане, но и в других регионах России. Вся его творческая деятельность, она очень правильно построена на научно-методической основе. То есть у нас как бы идет такой процесс исследования в этой мастерской, процесс научного исследования, который заключается в экспериментальную работу. То есть он постоянно пытается какие-то найти новаторские идеи, интересующие как раз таки современное общество. И научно-исследовательский процесс в разработке старинных способов и приемов восстановления этого народного промысла по художной керамике. Магомед Манил Магомедович много лет сотрудничал с Карачаево-Черкесским университетом, Чеченским педагогическим институтом, оказывая им практическую помощь в оборудовании мастерских для занятий керамикой. И сегодня их связывает крепкая дружба. Я всегда представитель Дагестана. Где бы я ни выступал, хотя я живу в Чеченской республике, там же я в предуниверситете преподаю на этом же факультете. Художники все меня тут знают. Я, когда был демберизованный из рядов Советской армии, мне предлагали Москву, ВУЗ, Ростов, Краснодар. И когда мне секретарь обкома говорит, ну вот в Дагестане только что открылся художественные учили, но всего два года, я ему сказал, дальше можно еще не говорить. Я говорю, я поеду только в Дагестан, больше никуда. Традиции инноваторства гармонично сплелись в творчестве Магомеда Амарова. Он продолжает дело своих предков, привнося новые краски, расставляя неожиданные акценты. Уроки мастера воспитывают в молодежи подлинную любовь к народной культуре, развивают их ум и чувства, способность понимать нравственные и эстетические ценности – все, что делает человека настоящим творцом. Не боится начинать, невзирая ни на возраст, ни на усталость, ни на трудности среды окружающей, какие-то там экономические трудности, материальные трудности. Никогда не боится браться за достаточно сложную, неподъемную задачу. Как-то так получается, у него всегда находятся последователи и помощники. Умеет он воспитать. Огромное количество выпускников, которые получили здесь, на худографии, на самом деле приемы мастерства, они сегодня спокойно обучают уже малышей в своих частных школах, может быть, государственных школах. Но последователи у Магомеда Мальча есть. У нас в Куршино много. И Краснодар делает, и Ставрополь делает. Не только зона юга, но и Сибирь делает. Кто только не делает, но он прекрасный мастер и прекрасный педагог. Человек должен в душе где-то уметь созидать, мастерить. Поэтому самое главное, чтобы в учениках я мог сделать так, чтобы они были созидателем. Дни Дагестана в Московском Доме Национальности прошли в рамках ежегодного межрегионального фестиваля национальных культур «Многоцветие России». Мероприятие открыл круглый стол под названием «Многоликий Дагестан. История, традиции, современность», в работе которого приняли участие видные ученые, представители творческой интеллигенции, эксперты и общественные деятели, открывая заседание, директор Московского Дома Национальности Владимир Тарасов выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. «Надеюсь, что та работа, которую мы будем проводить в течение этих двух дней, она не только поможет узнать нам лучше о Дагестане, о его традициях, но и в целом укрепит позиции нашего фестиваля, который ежегодно, 13 лет мы уже проводим, и в дальнейшем также будем знакомить людей со всех регионов нашей России, с культурой, обычной и традицией». Постоянный представитель Республики Дагестан изумруд Мугудинова, в свою очередь, подчеркнула особую значимость мероприятия как важной составляющей национальной политики государства. В ходе заседания прозвучали доклады в области культуры, искусства и экономики. В частности, большой интерес вызвало выступление заведующего отделом литератур народа в Российской Федерации и СНГ Казбека Султанова, посвященного актуальным проблемам взаимосвязи традиций и современности. «Я думаю, что все-таки полной силы остается давняя мысль Йота. Она очень, по-моему, глубокая и даже руководящая нить в нашем разговоре. Традицию нельзя унаследовать. Традицию нужно заслужить. Наследуется домашняя этнография, обратный ритуал, но традиция как экзоциально значимый фактор выживания народа, самосохранения народа, до неё надо дорасти. Её надо заслужить, отстаивая именно современный, а не архивный смысл традиции, способность к творческому продлению во времени. Академик Российской академии художеств, заслуженный художник России Карахан Цифербеков акцентировал внимание присутствующих в своём выступлении на роли дагестанских художников в утверждении положительного имиджа республики. Вы же сказали, что ораторы говорили действительно о Дагестане как о феномене. Роль дагестанских художников очень велика, их картины есть в музеях. Я перечислять не буду, потому что займёт много времени. И единственное, я просил бы власти, прессу всё-таки немножко освещать. Весьма любопытные выкладки из социологического исследования на тему «Молодое поколение Дагестана о семейных и брачных отношениях» озвучил профессор, доктор исторических наук Сергей Муртузалиев. Об истории и развитии высокой музыкальной культуры Дагестана говорил профессор Академии музыки имени Гнесиных Тамерлан Джандаров. Дагестан – это удивительное место, где в любом самом бедном, самом нищем, самом тяжёлом ауле, в саде, какая бы ни была степень насыщенности какими-то предметами, всё, на стене обязательно писал музыкальный инструмент. Также в ходе заседания были заслушаны доклады на темы «Становление национальной государственности Дагестана» искусствоведа Сергея Орешина, влияние культурных особенностей Дагестана на его экономику кандидата экономических наук Хаджи Мурада Абашилова. Об этнологической культуре Дагестана говорила искусствовед Патимат Гамадова. Особенно трогательную нотку в атмосферу заседания внесло выступление художника Нины Кибрик, дочери знаменитого лингвиста Александра Евгеньевича Кибрик, посвятившего свою жизнь изучению языков народов Дагестана, в том числе исчезающих. Мой папа Александр Евгеньевич Кибрик, он посвятил Дагестану весь цвет своей жизни. 30 экспедиций проведены им в эту страну, изъезжена эта страна. И любима, любима как самая большая драгоценность его жизни. И названия селений, в которых он побывал, в которых он работал, в которых он со своими учениками собирал языковой материал, эти названия для меня как музыка. Я даже до того, как там очутилась, я их все знала, как какую-то поэзию, может быть, как музыку любима, потому что они постоянно звучали дома. Дагестанцы из самых разных уголков Дагестана постоянно были, гостили у нас дома, были самыми близкими, друзьями, братьями, может, членами семьи. После завершения работы «Круглого стола» состоялось торжественное открытие выставки работ дагестанских художников, фотографов и мастеров прикладного искусства. Тут все богатство и многообразие ремесел горного края, шедевры унцукульских мастеров, кубачинских ювелиров, болхарских мастериц и табасаранских ковровщиц. Экспозиция «Дагестан на Галикий. Культура, история и современность», приуроченная к многоцветию России, представлена работами художников, имена которых известны широко за пределами Дагестана. Это Клара Власова, Муртуз Магомедов, Карахан Сефербеков, Олег Пербудагов, Магомед Кожлаев, Избат Уруджева, Мусен Гусейнов, Абдулажит Газалиев, Зури Исмаилова, Магомед Шапиев и многие другие. Уникальную историю о том, как российскую художницу жизнь навсегда связала с Дагестаном, рассказала живописец Клара Власова. Около 50 лет я езжу к Дагестану, в это замечательное село, которое мне очень понравилось. Чок. И я стала чокнутой. Дни Дагестана в рамках фестиваля национальных культур многоцветия России завершился праздничным галоконцертом с участием вокальных и танцевальных коллективов республики. Народного фольклорного ансамбля «Дагбаш», ансамбля «Лезгинки» «Рассвет», ветеранов Государственного академического заслуженного ансамбля танца Республики Дагестан «Лезгинка», народной артистки Республики Дагестан Ларисы Гаджиевой, заслуженного артиста Республики Дагестан скрипача Марио Али Дюран Цутуева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова